Здарова всем, с вами я, Слаб Бендер, и сегодня я вам расскажу о той покупке, которую я купил себе на прошлой неделе. Я делал это после своей группы ВКонтакте, и вы знаете, сегодня поделюсь своими впечатлениями и расскажу, зачем я это купил. Тоже сказать, данная покупка обошлась мне в довольно приличную сумму, и на эти деньги можно было бы купить такой относительно неплохой ПК. Если бы я просто играл в игры, то я бы, наверное, так и сделал, но так как я еще монтирую видео, и мне бы хотелось проводить стримы, к сожалению, на таком компе их бы делать не удалось, которые можно было бы купить, поэтому я совершил именно такую покупку. А купил я себе Nintendo Switch. Вот такую консолечку. И давайте сейчас немножко уже о ней поговорим. Почему я, собственно говоря, взял эту консоль? Первый и один, наверное, главный вариант это форм-фактор. В нее можно играть как в соционарном режиме, так и в портативном. Причем в портативном режиме аккумулятор держится довольно долго. Я, скажем так, у меня ни разу не было того, что во время игры аккумулятор отрубился. По играм тут я взял себе несколько игр. Это The Legend of Zelda, потом еще Super Mario Odyssey. Игрушка довольно прикольная, расслабляющая. Еще взял Бенету вторую на картридже. И с ней оказался ключ на электронную версию первой части. Ну и еще скачал Fortnite. В принципе, игрушки все довольно прикольные. В Zelda мир проработан просто детально. Возможно, моя камера телефона не сможет передать все то, насколько это интересно выглядит. Но геймплей тут просто в Zelda шикарный. Вы знаете, иногда приходишь вот так вот с работы или учебы и понимаешь, что за компом сил сидеть уже нет. А взял свитч, на диван завалился и лежишь играешь. Удобненько, ничего не скажешь. К тому же методы взаимодействия с консолью очень велики. В некоторых местах для того, чтобы, как говорится, взаимодействовать, нужно снимать эти джойконы и вращать их, чтобы решать некоторые головоломки. И вы знаете, это довольно прикольно. Там в одном месте я катал шар и, скажу вам честно, мне пришлось вот так вот довольно долго поворачивать джойкон, чтобы понять, как эта байда работает. Ну ладно, давайте поговорим о сильных и слабых сторонах консоли. Если говорить из всех имеющихся консолей, то она находится в ценовом сегменте где-то вместе с PlayStation 4 и Xbox. Но я выбрал именно ее, хоть она является самой маломощной. Во-первых, у нее есть портативный режим. Во-вторых, даже в док-станции, вы можете видеть эту док-станцию у меня на экране, она будет занимать очень мало времени. Точнее, не времени, а будет занимать очень мало места. И, тем самым, как говорится, ее можно поставить на стол. Но Xbox и PS4 это, как говорится, довольно большой гроб. И в итоге его может просто-напросто не найтись, куда подставить. А тут все очень даже неплохо. И играется довольно интересненько. Конечно, игра байонеты, единственный у нее минус, который я так нашел, это то, что она не русифицирована. В итоге там происходит такое, что просто непонятно. Чувак пришел на кладбище там кому-то, увидел монашку красивую, стал к ней, подошел, говорит какую-то хрень, она его вообще полностью игнорирует. Он закуривает, кидает эту сигарету на гроб. Тут с неба какой-то свет он увидел. Подумал, что все, на него пришла божья кара. Падает на колени, начинает молиться и кланяться. В итоге ломает еще одно надохробие. С неба прилетают какие-то хрены, эта монашка начинает с ними драться. Тут открывается гроб, оттуда выскакивает какой-то негр, начинает кидать ей пистолеты, закуривает из пальца и говорит то, что хороший табак этому товарищу, который кинул сигарету. Что вообще происходит? Зачем? Почему? Непонятно, в общем-то, как-то говорится, какая-то китайская грамота. Да-да, именно китайская грамота. Все английский язык изучали, а я его так, проходил мимо. Ну ладно, давайте сейчас отойдем от познаний моих английского языка. Но вы знаете, игрушка, если говорить про Зельду, то мир просто здесь шикарный. Мне понравилось, как он проработан, потому что у меня там один товарищ как-то напал. Я на них, на этих товарищей. И у них улетело яблоко. Я думал, сейчас их добью, яблоко это заберу. Но пока я их добивал, вижу такую картину. Подбегает нечто и сжирает это яблоко. Да и к тому же, если говорить про управление конем, то здесь конь не как в Скайриме, куда вы можете захотеть, куда поведете, туда конь отправится. Нет, здесь у коня есть своя воля. И он может вас повезти не туда, куда нужно. И вам нужно этого коня, так сказать, если он поведет куда нужно, так сказать, погладить, чтобы он, в общем-то, собственно говоря, вез вас куда нужно и его приручить. Здесь взаимодействие сделано весьма прикольно. Из слабых мест, про которые я вообще слышал, про недостатки я слышал много. Слышал, что греется. Правда нет, у меня нихрена не греется. Слышал, что док-станция может подцарапать экран. Этого тоже я не наблюдаю, хоть и очень часто использую ее. Однако нет нихрена. Все довольно недурно. Единственное слабое место, которое я нашел, это подставка сзади. Вот она, если не на ровной поверхности, то будет очень хреново. А вот, как говорится, то, что джойконы могут расконнектиться, ни разу такого не было. Сколько не играл, а такого не встречался. Играл я на ней довольно много. К тому же, ребят, для чего я ее еще взял? Как вы знаете, я рендерю видео. Причем, делаю это не так уж и редко, и во время рендеринга видео надо чем-то заняться. Вроде бы как можно было бы завалиться спать, однако хрен там плавал. Нужно же будет комп выключить. А то, если он будет всю ночь работать холостую, то счет за электричество будет немаленький. А так, я взял нинтендочку, завалился на диван, начал играть. Кстати, вот я тут отсоединил джайконы, и при помощи них можно управлять. Кстати, можно целиться. Тут будет при помощи джойконов. Например, вот лук. Я вместо того, чтобы целиться на стике, просто поворачиваю, и, как вы видите, это происходит прицеливание. Кстати, здесь фишка в том, что во многих играх именно от Нинтендо это реализовано довольно интересно. Все эти головоломки и прочее. К тому же, можно играть на двоих, но игр на двоих у меня пока что нет. Да, но играется очень так прикольненько. И игры здесь сделаны весьма годно. Что касается по поводу портированных игр, насколько я помню, сюда портировали Doom 2016 года, еще вышла Wolfenstein New Colossus вторая часть, которая в 2017 году вышла на ПК. Skyrim вышел. Еще там какая-то байда вышла. Скоро вроде должен выйти Dark Souls. Кстати, сюда еще вышла бесплатная версия Fortnite. Правда, вот Fortnite мне не особо понравился. То ли неудобно целиться на стиках, кстати, по поводу стиков скажу чуть позже. Но ли, в общем-то, движения, которые могли бы быть заложены в консольку, не реализованы, так как это вполне могло бы быть. Потому что в Nintendo Lab этот картон там очень хорошо показано, как все это делается. И это реально сделано интересно. Но я его не стал брать, потому что я не являюсь целевой аудиторией этого конструктора. Это больше для детей. А меня интересуют такие серьезные игры. Хотя да. Кому я заливаю? Mario Odyssey серьезная игра. Не, ну, кстати, она интересная. Довольно самобытно и играется весьма прикольненько. И после рабочего дня расслабиться довольно приятно. Кстати, перед покупкой, вот что меня действительно напрягало, так это как стики будут. Потому что управление на стиках аналоговых, это просто в некоторых местах кошмар. Я пробовал играть в эти игры, и это реально хреново. У меня есть два геймпада, вот стики там выполнены очень гофортно. Но здесь же стики это просто. Настолько хорошо сделано. Возможно, потому что эти игры и заточены под это управление на данных джойконах. Но это сделано очень великолепно. Просто. Шикарнейшим образом. И дискомфорта никакого не чувствуется. Я не знаю, что японцы туда такого запихали в эти стики, но выглядит просто. Ну и ощущается очень великолепно. Просто кайф. Да. Так вот, из недостатков. Кстати, по поводу нагрева. У меня телефон, при некоторых махинациях, которые, по идее, не должны его нагревать, греется больше, чем консоль, когда в док-станции работает. А в док-станции она у меня пару раз так нагревалась. Но не сказал бы, что сильно. Но нагревалась. Ну так. Где-то может градусов 30-40. Но для железа компьютерного, которое может и 80 градусов выдерживать, это вообще отлично. Вентилятор, который тут встроен, сделан весьма недурно. По поводу других минусов. Не могу ничего сказать. Не встречал. Вот, как вы видите, я здесь махаю, и шляпа у Марио летает. Сделано довольно интересно. И играется прикольненько. Да. Ну и ладно, ребят. Давайте подведем какие-то итоги. Хотя, перед тем, как подвести итоги, знаете, что скажу. Я решил взять еще эту консоль, потому что из всех консолей, с которыми я был знаком, у меня был опыт знакомства. Это с Sega. Ну и еще я видел у друга очень давно PlayStation 1. Причем там была игра вроде Crash Bandicam про этого лиса, где он там на острове. И это все. Ну и еще эмуляторы. Кроме этого, у меня знакомства с консолями не было. Тем более с такими полупортативными. Ну а здесь все реализовано. Очень интересно. Я считаю, что для портативной консоли в таком вот портативном режиме качества HD вполне достаточно. Потому что если было бы Full HD, то монитор бы ее, точнее экран, разряжался бы гораздо быстрее. А так, в принципе, все не так плохо. Конечно, пленку я тут наклеил криво. И скажу вам честно, почему я не взял консоль эту еще на старте продаж? Вы знаете, то, что вот на старте могут быть некоторые проблемы. Поэтому я решил подождать ходик. И к тому же, если бы я ее взял раньше защиты диплома, то просто получилось бы так, что я бы забил на учебу и диплом бы не сдал. А так я взял ее после защиты диплома. И поэтому все весьма прикольно. К тому же, здесь можно за Марио вселяться почти во все объекты. Но это что касается Марио. И фишка в том, что можно даже вселиться в танк. Но я еще до этого не дошел, но я это видел. И играть за танк. Да-да, именно играть за танк. Сделано довольно самобытно и прикольно. К тому же, управление здесь в некоторых местах очень даже интересненькое. Так что, если у вас есть лишние деньги, я бы вам советовал его взять, если у вас нет опыта знакомства с другими консолями. Я думаю, вы не пожалеете. Ну и давайте подведем какие-то итоги этой консоли. Консоль, если у вас есть лишние деньги, то я бы вам видела. Так, давайте подведем итоги. Консоль прикольная. Сделана в довольно интересном форм-факторе. И если у вас есть лишние деньги, потому что стоит все это дело не так вот дешево, то я бы рекомендовал вам ее купить. Мне, как пока геймеру, который до этого никогда не играл на таких вот жестких, играть на них очень удобно. Потому что эти стики, они просто настолько комфортные и приятные для игроков, что даже вот такой человек, я, который в консолях просто не бум-бум, в общем-то играется довольно приятно. Правда, в шутере Fortnite управление, пока я еще не очень привык, на стика, управление на стиках, но это весьма неплохо сделано. Потому что потому все здесь очень приятно. Сделано, но потому что здесь альбом, я вам тут тоже подописывал отрывок из деревьев. Вот это стильный отрывок, когда я там играл в глинка. Так вот, ребят, давайте подведем какой-то итог к этой консоль. Консоль прикольная, если у вас есть деньги, то можете ее купить. Я, как человек, который на аналоге вот в Сига-Скробу выложил играть на компьютере, но не очень было удобно, но здесь это приятно. Конечно, в шутере Fortnite, что мне не понравилось, как это не реализовали никаких интересных движений, которые можно делать с помощью этих самых джой-конов. Но, к сожалению, как говорится, чего нет, того нет. и игрушка, в принципе, довольно интересная. Я не жалею, что я ее себе купил. К тому же, конечно, за нее есть переплата, но, ребят, переплата есть за все, где есть портативность. Например, ноутбук, который будет там с видеокартой 1080, будет стоить порядка 187 тысяч рублей. Я даже себе это гуглил вот специально. А корпус с такой же видеокартой, если не собирать самому, будет стоить порядка 130 тысяч рублей. Чувствуете разницу? Да, разница есть. И поэтому, ребят, я себе не стал брать PS4, мне, конечно, предлагали такой вариант, но ее некуда поставить. Потому что, я думаю, вы видели, сколько места занимает Nintendo Switch, даже с учетом своей док-станции. Она занимает очень мало места. А PS4 это, по сравнению с ней, довольно большой гробик. Она занимает, но очень мало места. Максимум, 6,5 см в ширину, ну, длину, сантиметров, 20 где-то. У меня линейки нет, так что, померить не могу. но штука интересная. Играется очень легко и приятно. Всем спасибо за внимание. С вами был я, подвенда, Акедова. Видосики по ватбейсу очень скоро будут. Я готовлюсь, думаю, чтобы такого интересного снять. Пока. В общем-то. Субтитры сделал DimaTorzok